Правительство Российской Федерации ослабило режим продуктового эмбарго, делится новостью Интерфакс. В Россию вновь разрешено ввозить мясо крупного рогатого скота, мясо и субпродукты птицы, а также овощи, в том числе замороженные и сушеные. При этом указанные продукты можно использовать только для производства детского питания. Подтверждать целевое назначение продукции будет Минсельхоз. Также аграрное ведомство будет устанавливать порядок и объем разрешенного ввоза. В июне этого года в России вступает в силу ряд федеральных законов. Парламентская газета опубликовала изменения, которые ждут россиян в этом месяце. Одно из них – введение процедуры ускоренного рассмотрения судебных дел. Судебный приказ может выноситься для взыскания задолженности по оплате ЖКХ, услуг городской телефонной и сотовой связи, обязательных платежей ТСЖ или строительного кооператива. Применяется в том случае, если сумма долга составляет от 100 до 500 тысяч рублей. С 26 июня по 4 июля в Челябинске пройдет Всероссийский детский фестиваль «Оперение», сообщает 74.ru. Его участниками станут более 500 талантливых детей из разных уголков страны, занимающихся в студиях творческого развития Константина Хабенского. Вместе с детьми на сцену выйдут взрослые – известные артисты кино, театра и эстрады. Среди них Тимур Родригес, Юлиана Караулова, Диана Арбенина – все средства, собранные от продажи билетов, традиционно пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями головного мозга.